Подходящая дробь, n разделить на n, это а нулевое, плюс один разделить на а первое, плюс один разделить на а второе, плюс один разделить на ай. Если знать, что такое континуанта Эйгера, то доказать вот эти вот замечательные формулы довольно легко. И я, конечно, обязательно расскажу про эти самые континуанты. Но ведь в конце концов, это же просто какие-то несложные внутренние формулы. Ну, не может быть, чтобы вот это выделение целой части, то есть единица, деление на вновь образующее число, это было чем-то таким уж сложным. Поэтому, наверняка, вот эти вот равенства можно просто доказать по импульсу. Потому что у нас есть процесс, который начинается с выделения числа а нулевое целого числа, которое может быть отрицательным, это целое число. Все следующие положительные, какие-то натуральные числа, ашки. Вот, у нас абсолютно понятные формулы. Наверняка это можно понять, доказать все эти разницы. Конечно, нужно. Давайте это сейчас сделаем. Может быть, это немножко скучно, ну, как всегда при индукции. Но это надо уметь, потому что, например, лишнее упражнение на индукцию всегда полезно. Итак, поехали. Вот по определению подходящие. Смотрим, что такое П-0-вольт. Понятно, что такое. Это что А-0 надо записать в виде инстерративной дроби. Это А-0 первых, значит, П-0-вое это А-0, К-0-вое это делиться. Отлично. Когда у нас есть А-0 плюс 1 делить на А-1, ну, приводим к общему знаменателю, будет А-1 плюс 1 делить на А-1. Значит, П-1 и К-1, вот они. И проверяем, поскольку мы решили все делать по индукции, проверяем БА. проверяем, что вот это вот равенство верно, если вместо n взять единицу. Я просто подставил все эти четыре значения, посчитал, посчитал, получил скидка минус 1, то есть минус 1 вверх 3. Замечательно. Так, теперь, если я хочу доказывать вот это, то, конечно, надо проверить еще одно учреждение. Надо все-таки подставить сюда вместо n двойку и посмотреть. Вот я принялся здесь описать, но, господа, честное слово, это несложно. Такое выражение приведет к общему знаменателю, как положено, распишите. Сами проверьте, что это будет так. Я здесь принялся делать, в надежде, что любой человек это, безусловно, сможет. Просто вот взяв такую дробь, записав ее как А2 делить на А1, А2 плюс 1, приведя к общему знаменателю, то есть получить явную формулу и подставить правительство. А теперь индукционный шаг. Я все-таки на всякий случай выписал. Индукционный шаг такой. Смотрите. Что такое, в конце концов, Вн плюс 1 и Вн плюс 1. Вот следующий шаг. Это здесь еще допишется 1 АН плюс 1. Ну, смотрите, мы можем взять и отнестись к этому как к одному числу. Вы скажете, оно не целое. Замечательно. Но у нас здесь много проечественной формулы. Здесь мы нигде не пользуемся тем, что А2 это целое число. Все ее формулы верны для любых значений А. Поэтому я могу воспользоваться вот этой формулой для вычисления отношения. Замечательно. Я не говорю, что Вн плюс 1 равно вот этому, а Код плюс 1 нет. Я говорю, что число, все это число, если вместо Н написать Н плюс 1, да, и вот здесь вот это записать, да, вот здесь вот Н плюс 1, Н плюс 1, число будет этому равно. И теперь очень просто. Числитель и знаменатель умножаю на АН плюс 1. Тогда получается вот такое выражение. А здесь в скобке у меня как раз получилось Вн и Вн. И вот я доказал такое равенство. Это еще не то, что Вн плюс 1 равно числителю, а Код плюс 1 равно знаменатель. Потому что вдруг дробь сократила. Но нет. Она не сократимая. Потому что я могу посчитать вот это логичное выражение. Мне же все равно это доказать. Я сейчас доказываю вот эти вот три равенства. Я в этом посчитаю его для Н плюс 1, написав вместо Код плюс 1 и ПН плюс 1 вот эти вот, что называется, подозрительные числития. Я надеюсь, что это будет ПН плюс 1, а это будет ПН плюс 1. Я их напишу. Написал. Раскрыл скобки. и получил минус 1 в Н плюс 1 степени. Если бы эти числа были не взаимодействованы, то есть делили мне какое-то число больше единицы, то я не мог бы здесь получить плюс минус 1. У меня это выражение делилось бы на тот самый общий делитель ВН плюс 1 и ПН плюс 1 степени. Раз я здесь получил минус 1 на плюс 1 степени, значит, они были взаимопростые. Значит, это доказано. По индукции мы доказали эту и эти две формы. Теперь давайте получим эту метрику. Мы же, если уже знаем эти выражения, то просто приведем к общему знаменателю и мы посмотрим, что там будет. Вместо ПН-ного и КН-ного пишем вот эти формы. Что у нас получается? Так вот у нас получается. ПН-2, КН-2 и вот здесь вот КН-2, КН-2 уничтожит друг дружку. А Н-ное вынесется из оставшегося. А тут останется ПН-1 и КН-2 Минус ПН-1 и КН-2. Замечательно. Если вы переставите местами, то это будет то самое выражение только не для Н, а для Н-1. Значит, это будет минус минус 1 до минус 1. Но другими словами, это АН-ное умножить на минус 1 в степени Н разделить на КН-2. Мы доказали и до Нашего Министа. АН-ноеемко, но ой Smart или все